Ну, для тех, кто не знает, я не знаю, на YouTube выкладывать не выкладывать, да можно, наверное, выложить, в принципе. Для тех, кто не знает, я на 10 дней улетал в Турцию, отдохнул, впервые был в этой стране. Вот, мы летали с Яной в отпуск. Всё у нас прошло прекрасно. Теперь посмотрим фоточки, посмотрим видосики. Мы специально сделали отдельную папочку. Вот, со всеми нашими фоточками. И... Привет, YouTube, здорово, Джинга. Вот, посмотрим фоточки, видосики, расскажем про отпуск в Турции. Сейчас отдыхать классно, я уже говорил на стриме, сейчас повторю ещё раз. Дёшево, лира к рублю, очень хороший, удобный курс. Карта Мир работает, ну, в 50% мест, где я пытался платить, даже в 80% мест, где я пытался платить. Вот, и рубль на лиру, вот, в цифре, да, типа, Тиньковским, не знаю, курсом или курсом местного турецкого банка. Переводится очень по выгодному курсу, там 3,2 у нас было, и, короче, отдохнули мы суперкруто. Ну, в общем, поехали, да. Фоточки, фоточки наши, наши фоточки, это Яна делала классическую фоточку для вас с паспортами и нашими билетиками. Дютик, первое, во что мы зашли, конечно же, алкоголь, я показывать фотки не буду в дютиках, как всегда, дофига всего. Самое главное, что в дютике, я не знаю, будет ли фотка или не будет, нет, наверное, не будет. Вот, российский дютик, вот, те цены, которые вы видите, 10 евро, евро в российском дютике, это 75 рублей, чтобы вы понимали. Че там по курсу, да, рубля, че там, рубль укрепился, да, 54 или 55 евро, ага, сейчас. Ну, понятное дело, что закупали они всю эту еду давным-давно, когда курс был другой, это, на самом деле, типа, они бы просто разорились и закрылись бы, если бы они продавали дешевле. Ну, наверное, не знаю, ну, грустно, ну, ну, что поделаешь. А вот турецкий дютик реально по 55 рублей за евро, потому что они переводятся в лиры, вот, и, короче, в турецком дютике супер дешево было закупаться. Так же, как и в любых турецких магазинах, там прям, там прям цены хорошие. Ну, сладости пофоткали чуть-чуть, а так, в основном смотрели на алкоголь, привезли вкусный гермейстер себе, манифест. И вкусный кофейный гермейстер, короче, дома будем попивать его летом, охлаждаться, он же в холодильнике у нас сейчас стоит. Вот, наши фоточки совместочки, красивые, красивые. Это, правда, на самом деле мы уставшие жутко, короче, наш рейс задержали, да. Должны были вылететь в 2... в 2.50, вылетели в 5.20 или в 5.30 утра. То есть это не день, это ночью мы очень уставшие, просто пытались потом во всех вот таких вот странных позах спать в самолете. Турция безумно устали, прилетели в Турцию только в 9 часов, там уже дикая жарень, вот. А так, да, должны были вылететь в... нет, не в час, в 2.50 у нас был вылет, по-моему, или в 2.20, я не помню, что такое. Короче, на 2.50, примерно, задержали, зато нам выдали ваучер на бесплатный... ну, не на бесплатный ваучер, на 600 рублей для местной кафешки, ну, которая уже в международной зоне находится. Поскольку она находится в международной зоне, цены там просто конские, абсолютно безумные. Чтобы вы понимали, на экране 2 ваучера по 600 рублей, 1 круассан и сырники. Но, по крайней мере, турецкие авиалинии нас таким образом чуть-чуть накормили, чтобы нам было не так грустно ждать 2 часа, 2.50 вот эти вот, но было все равно супертяжело. Самое жесткое, кондей работал очень сильно, я замерз, у меня от кондея, я просто... я начал сопливить, я простыл. То есть, в первый же день, вот там, в аэропорту, я просто, я летел, у меня там было пара упаковок этих носовых платков, я просто сопливый, я думаю, от меня там люди шарахались. То есть, типа, как бы не заболеть от этого, чё он там, чё он там, короче, чихает, чё-то сидит. Вот. В итоге, как только я прилетел в Турцию, я первый раз сходил на море сразу же, весь насморк, всё прошло сразу же. Это вот просто был вот этот вот кондейная болезнь какая-то, я не знаю, просто... Но мне... я чувствовал себя отвратительно в 5 часов утра, уставший, сопливый. Вот, это было очень жёстко. Вот, кстати, во сколько нас задержали? В 4.55 мы должны были уже вылететь. Или это должен был начаться бординг, но он ещё даже не начался. А время было как раз 4.55, я специально сфоткал. Юкио, привет, Милеева, здорово, здорово всем, кто потягивается на наш обзор Турции. Аллергия на жидкость в кондей, может быть, ты знаешь, может быть, не знаю, возможно, ХЗ как-то работает, но мне было очень плохо. Эти... Так, а где здесь звук? А, ну звук здесь как раз-таки не нужен, я просто хотел проверить, чтобы он был выключен пока что, да? Вот, это мы наконец-то уже полетели утром. Офигенно вкусно всё, у Турки Шейрвайнс шикарные обеды, завтраки. Мы нам вчера приносили ужин, а это мы, короче, завтракали. Супер круто, много шпината, травы. Вот, вкусная, пропитанная чем-то булочка. Самое забавное, это вот эта вот вода, у них вода в таких вот пластиковых стаканчиках, типа. Вот, нас очень вкусно покормили, это немножко сгладило нашу усталость. Мы проснулись и такие сразу. Да, кстати, предупреждаю, фоток еды будет много, поэтому сейчас как раз обед, если вы хотите есть, можете принести себе покушать, заказать что-нибудь. Фоток еды, конечно же, будет дофига. Это типа вот, знаете, макароны с сыром, но такие по типу лазаньи, я не знаю, такое же грузинское блюдо есть. Вроде бы, я в грузинских ресторанах такое блюдо видел. Вот, и мне оно очень понравилось в этом. По-моему, оно называется Ачма, вот. Да, я сейчас загуглил, оно так и называется. Офигенно вкусное, в Турции его тоже вот делают. Также обычный сэндвич, и там, короче, немножко макарошек с этим вот, с большим количеством шпината. Шпината, вот. Небольшая водная, поскольку мы ездили на экскурсию, мы узнали, что в Турции основной заработок это, я так понимаю, основной ВВП поднимается за счет агрикалчур, за счет, короче, сельского хозяйства, поэтому свежий, там не было макарон, просто шпинат, ну, короче, да, шпинат очень вкусненький был. Вот. Сельское хозяйство у них топ-1, у них очень много. Джедчатинг? Блин, да, кстати, можно, наверное, джедчатинг поставить, я что-то об этом не подумал. Сейчас сделаю. Вот, поэтому очень много свежей травы, очень все вкусное, все классное, вообще балдежно, и, конечно же, много теста, жира, сыра, короче, мяса и так далее, и так далее. Это наши фоточки, это мы уже в трансфере, довольные сели в трансфер, ехать было примерно полтора часа до отеля, с учетом одной маленькой остановочки, которую мы не засняли, мы когда в трансфере ехали, нас остановили на местный турецкий какой-то базар, заправка, слэш такой базар, где мороженщики брали мороженое, накладывали тебе и не давали тебе его взять, крутили руками и специально, короче, били этой же своей палкой для накладывания мороженого по каким-то кастрюлям, чтобы привлечь внимание, они все такие, типа, купи у нас, купи у нас, вот. Там же были всякие донеры, сэндвичи можно было взять, но мы были все еще как бы ультра уставшие, уже просто хотели добраться до отеля, поэтому ничего там не брали, просто такие... Вот, да, тут мы уже реально сутки не спали, это вот в 10 утра, Турция уже, наконец-то, ну, короче, да, общий наш, общая поездка заняла вот часов 15 примерно, из-за того, что задерживали рейс. Я, когда в Шриванку летал, пересадка была через Турцию, ты попал в самый крупный снегопад за последние 50 лет в Стамбуле, как только задержка на 2,5 суток, блин, ну это, конечно, жесть. Ёлочи, приветики. Вот, короче, да, мы почти добрались, это по дороге мы ехали, кто-нибудь, может быть, знает, что это такое, я не очень понравился этот голубь, сидящий на каком-то куске тортика, или я не знаю, что это, ну, короче, это просто было по дороге, это выглядело забавно. А еще мы увидели тупизм, потому что буква Р как-то немножко покоцала ее. Вот. И где-то еще что-то было, а, нет, а это мы уже добрались, наконец-то, до нашего отеля. Заселение было в 2, во всех отелях, я так понял, в 12 выселение, 2 часа уборка и в 2 часа заселение. Мы приехали в примерно 12.20, нам сказали, все, оставляйте ваши сумки здесь, мы вам надеваем браслетик и можете идти покушать. Вот мы сели покушать, насладились чуть-чуть, уже и спать не так сильно хотелось, потому что открылось второе дыхание через 24 часа. Ну, и как бы мы такие, да, а дальше, наверное, наш номер, да. Вот вам красивый видосик с нашим номером с видом на море. Короче, нам предоставили ровно то, что мы хотели. Видос, ой, видос, говорю, балкончик, причем высоко очень, это прям было суперудобно. Номер очень классный, находились мы в отеле, который называется Alexia Resort & Spa, его построили примерно 2 года назад, поэтому он выглядит стильно, современно, молодежно. В нем, в отличие от, ну, по фоткам, по крайней мере, других отелей, нету везде всяких ковров, там, не знаю, турецких таких каких-то дизайнов, вот. А это прям обычный, современный отель. Насчет молодежного, не совсем. Там было довольно много пенсионеров, особенно из Германии, процентов 50, особенно, когда мы только-только приехали. Потом начали появляться очень много русских, уже, ну, не пенсионеров, но и помоложе, и, вот. И в целом, примерно было там сочетание где-то 40 немцев, где-то там процентов 30, наверное, русских было, ну, и из других стран людей там чуть поменьше. Вот, мы тоже боялись, начитались кучу плохих отзывов, что все там для немецких пенсионеров, а к русским относятся плохо. Это все оказалось не, правда, к нам относились отлично, все было хорошо, был русскоговорящий, конечно же, персонал, как и везде в Турции. И нас встретил очень дружелюбный этот, на ресепшене, молодой человек, вот. Болтал на инглише, я пытался, но они все быстро понимали, что мы из России, несмотря на то, что у меня вроде более-менее нормальный акцент на английском, и они просто переходили на русский, тем более они русские знают примерно так же хорошо, как английский. То есть они просто говорят словами, они не строят предложения. Если ты пытаешься им построить хорошее, сложно сочиненное английское предложение, они тебе, они такие не понимают, им надо по одному слову просто, что тебе нужно. Ну, знаете, как язык жестов в том числе, типа, показать, что тебе нужно, рассказать, что тебе нужно. Как отель называется? Не Golden Island? Нет, еще раз говорю. Отель называется Alexia Resort & Spa. Находится он в городе Сиде. Сиде это маленький городочек с древними греческими римскими руинами. В нем много довольно отелей, неплохой хороший пляж, песчаный. И вот в основном, говорят, Сиде вот больше для зарубежных каких-то туристов. Поэтому неудивительно, что там было много немцев. Мы об этом слышали, мы об этом были осведомлены, и все было нормально. Все там, короче, отдыхается там вообще здорово. Нам в Сиде очень понравилось. Вот такие вот дела. Дальше еще немножко фоточки. Это уже, в принципе, там... Вот еще раз покажу вам номер. Кровать хорошая, все свеженькое, короче, красивенькое. Уборка не очень сильно понравилась. Показалось, что местами не доподметали. Ничего такой вот самый небольшой минус, который был. Несмотря на то, что я там 20 этих лир клал на кровать, чтобы убирались чуть получше. Вот, мини-барчик, конечно же, в котором все было. По два пила завозили. Бутылочки. Сладкую воду тоже пил периодически. Хотелось, потому что холодненькая, вкусная. Всякие пепси, которые у нас уже уходят и так далее, и так далее. Классно. И велкам сердечко там было. Внутри Ян сфоткал. Обратите внимание, я шикарный маникюр с котиком. Вот. Горков два раза была. Мы на них так и не попали как-то. Вот он вид на наш отель с этого. Ну, просто лобби. Там всегда были закуски. Можно было прийти, что-нибудь вкусненького взять. В основном одни сладости. Котиков, конечно же, дофига. Верни котика, да. Котов очень много. Котов в Турции любят. Везде они ходят. Везде их подкармливают. Кроме отеля. В отеле где-то кормить запрещено. Котов будет много тоже. Так же много, как и еды. Может быть, это как-то связано. Вот. А я себе глаз бога купил. Теперь я перец в Геншине на рюкзак повесил. Еда. Еще раз очму. Эту я нашел. Куски мяса постоянно. Картошка фри есть всегда. Оливки всегда. Разные виды сыра. Пресные, непресные. Соленые, не соленые. В целом, мне очень понравился этот шведский стол. Я обожаю шведский стол. Я всегда находил себе что поесть. У меня с этим никаких проблем не было. Я люблю в основном всякое жирное, мясное, хлебное, сырное и так далее. У меня вообще никаких проблем не было. Я, конечно, старался питаться не так. Я старался брать себе и траву всякую тоже. Потому что толстеть сильно не хотелось. Спойлер-алерт. Потолстел на полтора килограмма. Ну, вроде как, надеюсь, что за месяцок, может, где-нибудь, с учетом этого зала, я успею это как-нибудь скинуть. Суетолог. Здорово. Хочется верить, что мои донаты поспособствуют. А однозначно, однозначно. Ты очень много задонатил в этом году. И это в том числе благодаря тебе. Потому что рублей у меня не так много. Ну, донаты-то все в рублях приходят. У меня же... Как бы я копил в долларах на квартиру. А сейчас доллар говно. И переводить его не хочется. И, короче, вот я живу на рублевые донаты. Потому что ни за что в жизни я не переведу доллар по 50 рублей. Когда налоги я с доллара платил. Когда он был по 80, между прочим. Ну, и Твич нас больше не любит, к сожалению. Мы больше не зарабатываем в этом всем. Вот. Так что рублевые донатики очень помогли нашему отпуску в том числе. Да. Спасибо всем. На них я сейчас и живу. А тортики. Конечно же, их было дохрена. Коктейльчики. Очень в основном сладкие. Алкоголя не очень много. В основном потому что они добавляли одну бутылочку чего-то. Ну, допустим. Это пиноколад справа. Очень много молока наливали. Причем какого-то прям молока-молока. Не сливки, не взбивали. Ну, так, взбивали чуть-чуть слева. Какой-то тоже, по-моему, кокосовый местный свиминг-пул. Тоже не помню. Вроде он тоже кокосовый коктейль. На роме я не помню. Ну, в основном очень легенькие были. Конечно, можно было просто попросить алкоголь крепкий. И просто налили бы и без проблем там со льдом. Я только в конце это понял. Пробовал пить их ракию. Перепил, напился. Вообще просто жесть. Ракия оказалась очень крепенькой для меня. Но мы ее тоже еще увидим. Вот. Коктейли в основном сладкие были. Яне не понравились. Не, я очень мало пил. Самое смешное, что они были вообще не крепкие. Очень сложно было напиться. Очень сложно было напиться пивом. Очень сложно было напиться. А коктейлями просто невозможно. Тем более, да и пить мы с Яной не особо вдвоем пили. Мы, конечно, познакомились там с ребятами. С ними еще тусили, отдыхали. Вот. Очень классные. Вот. Ну, мы так много не пили. Мы так там по одному коктейльчику по чуть-чуть. Вот он наш отель. Как я уже говорил, выглядит относительно такой... Не знаю, как мне кажется. Современно вон там вот был наш номер. Один из самых высоких этажей. Выше только, наверное, еще более дорогие номера. Но у нас, в принципе, стандартный номер. Просто стандарт комфорт с видом на море. То есть вот этот номер от вот этого, допустим, не отличается ничем. А стоимостью, когда мы брали на Короле, они отличались 5000 рублей. Сами понимаете, разница огромная. Я очень надеюсь, что именно за счет того, что мы купили именно на Короле Севью, нам повезло и нам дали вот что-то из вот этого. Потому что вот это был бы, например, боковой вид на море. Вот это был бы вид на этот, на бассейн. А вот это вот был именно вид на... Как его? Короче, именно на море и вот это было офигенно. А самое смешное, что вот там выше такие дырявые крыши. И днем находиться на этом балконе было бы невозможно просто. Потому что на нас солнце не попадало, а вот сюда прям солнце жутко светило. Вот. Анимация. Я не знал, что в отелях этим занимаются. Я не был в отелях. Теперь я знаю, что в курортных отелях постоянно каждый день происходят какие-то штуки. Это была абсолютно упоротая. Кринжовая Best Couple. Лучшая парочка. Анимация, где мужики и их девушки, короче, там занимались всякой фигней. Но были и очень крутые анимации. Мы их тоже покажем. Собственно, кормить кошек запрещено, как вы можете видеть в ресторане. Еда бесконечная. Невозможно попасть на момент, когда нечего поесть. На самом деле нет. Возможно, между закусками и ужином 3 часа разницы. Но вот этот вот момент, когда уже, может быть, хочется есть где-то в 6-5 часов. Но в целом с 7 утра до 10 завтрак. Потом довольно быстро начинаются закуски. А закуски это не какие-нибудь там чипсики. Это можно подойти и взять пиццу, бургер, сэндвичи там всего подряд. Обед, супчики есть, и салаты, и сладкое. Единственное, на завтрак не дают сладкое почему-то. В основном там и всякие омлеты, и много-много всего. Сэндвич, сейчас еще все покажем. Вот, и дофига сладкого на ужин. А вот на ночной суп мы, кстати, так, по-моему, ни разу не попали. По-моему, ночной суп это просто остатки ужина. И, типа, закуски какие-то там остались, как-нибудь, не знаю, картошку фри и прочее. Вот. Собственно, вот это завтрак, я так понимаю, наш первый завтрак. Я набрал немножко травы, набрал всякого. Мне очень понравились всякие мясные изделия, сосиски, их сосиски, колбасы. Колбасы у них либо ярко-розовые, либо ярко-красные. Ой, эти колбаски. Короче, ну, не очень понравились. Российские реально вкуснее, даже вот обычная докторская колбаса. Ну, омлетики, короче, такой первый, лайтовенький у нас был. Это нам предлагали съездить в какой-то торговый центр бесплатно от нашего Королла, который называется Дикмен. Там в основном какие-то бренды, такие брендовые бренды, которые, наверное, даже в Турции были дорогие. Мы решили туда не ехать, мы съездили в другой торговый центр, который Яна нашла. Это сосисочки Яны, которые она фоткала в первый день. Это сосисочки стримера, которые я фоткал в первый день. Всё, пошлый контент закончен. Лифтовые фоточки. И абсолютно невозможно вкусные, очень сладкие. Стремное название ТЦ, именно поэтому я его и сфоткал. Самое вкусное, и мне больше всего нравились, я не люблю шоколад, но вот эти вот пропитанные шоколадом и всякие вот такие вот пропитанные шоколадом были для меня просто невозможно вкусные. Там были всякие желешные, кокосовые, типа, я не знаю, молочные, наверное, может быть, на козьем молоке, как их лукумы, фисташковые, ореховые. Просто, да. Ты на идее долго трендишь, и на фотках мало. Ну, потому что я знаю, что рассказать про еду, а я не знаю, что рассказать про фотки. Хочешь, будешь комментировать фотки вместо меня? Ну, это лифт, лифтовые фотки, красивые. Да. В лифте, я не знаю, что про лифт сказать, там вывешивали расписание. Я же про еду могу бесконечно говорить, как персонажа Геншина. Вот, все эти сладости, вот, я не нравились вот такие вот всякие штуки с фруктиками там. А я вот по вот этим вот шоколадным пироженкам просто невозможно. Еще и да, я говорил, да, ну, всегда есть какая-нибудь лапша была, лапша вкусненькая, оливки. А, это я наткнулся на эти, как их? Я забыл название. Блин, вкусные, короче. Ладно, неважно. Потом, может, вспомню. Салатики, да, котики. Конечно же, котиков очень много. Этот жил на входе в отель, вроде как, постоянно там где-то сидел. Это вот те самые закуски, которые были на входе в отель. И тут тоже были эти шоколадные. Шоколадные, офигенно вкусные. А я не очень нравилось лукум вот этот брать маленький. Лукум там тоже топчик. В какой-то день, кстати, мы заметили, что люди съели весь инжир, который вот здесь лежал. То есть курагу не тронули, а вот весь инжир, он просто пропал с этой тарелки. Кому-то, видимо, очень-очень нравился инжир. Это мы в первый раз, когда уж уехали. Кстати, это мы уже как раз вернулись. В первый же день. Нет, ну, во второй день. К нам гид приехал, начал продавать нам экскурсии. И мы решили в турецкий хамам сходить. Нам очень понравилось. Нам там еще продали за дополнительную цену массаж. Массаж мы тоже пошли. Лебедей нам, соответственно, сделали вот в этот первый день, когда мы нам убрались в комнате. Вот. Турецкая баня мне очень понравилась. Хамамщик хорошо так потер. Везде прям. Вначале просто какой-то острой такой режущей перчаточкой. Потом солью какой-то обмазывал. Еще солью потер. И я весь лежал такой. Три меня больше. Вот. Вначале нам ножки кушали маленькие рыбки. Вот. Потом была, соответственно, обычная сауна. Хорошая, классная сауна. Потом нас терли. Потом мы вышли, нам лицо намазали какой-то глиной. И только потом уже отправили на массаж, на котором мы часа полтора были. Это было там долго. Мне делали массаж каким-то медом. Выщипывали там что-то, чтобы позвоночник лучше там что-то работал починить. Вот. А, да, да. Не только терли. Еще потом мылом, соответственно, все это смывали просто. Вот. А я не делали какой-то корейский массаж, где прям сильно ее там давили. Да, не мылом, а пеной. Ну, мыло просто пенилось очень сильно. Вот. Короче, мы супер отдохнули в этом турецком спа. Поэтому, если кто-то поедет в Турцию, обязательно сходите. Если вам предложат, например, от туроператора какой-то более дешевый. Потому что то, куда мы поехали от туроператора, стоило 28 евро. По-моему, на двоих. То, куда нам предлагали в нашем самом отеле, вернее, стоило 65-50 на одного. О, так что я советую. Особенно, кому нравятся сауны всякие, прям здорово. Вот. Соответственно, эти лебеди. Это мы взяли, вышли тоже по этих закуске. Это мы ждали ужина. Вот это вот как раз первый день. Мы вернулись с этого, с массажей. Такие уставшие, ну не уставшие, а наоборот отдохнувшие. Но при этом хотели поесть. И мы как раз попали на тот момент, когда мы не можем поужинать. Взяли вот этих сладостей из лобби и кофейку. И там же встретились как раз с ребятами. Макс и Катя. Которые тоже приехали Королом отдыхать. И вот, короче, мы с ними познакомились. И следующие там пять дней вместе периодически ужинали. Смотрели эти анимации. Тусили, общались. Очень классно отдохнули с ними. Может даже как-нибудь на стримчик зайдут. Может даже сейчас есть на стримчике. Вот, в общем, им приветики. А это гуси, вернее лебеди, уже поникли немножко и в змеев превратились. Очень грустных каких-то. Больше еды. Это, по-моему, турецкий вечер был. Нарезали шаурму. Я прям мясо куски взял. И роллы были. В отеле мы попробовали шаурму. Да, было очень сухо. Как будто вообще никакого соуса не добавляли. Просто мясо, немножко овощей. Вообще ни в какую не сравнится с русской шаурмой. Шаурма гораздо вкуснее. К сожалению, в местных каких-то ресторанах или забегаловках мы так и не попробовали. Да, там чисто лук, зелень, мясо. Все, ничего. Ну и такой простенький лавашек. Вот, вообще не очень сильно понравилось. А вот просто мясо, если вот на тарелке. Ну там с сыром все нормально. С сыром, с овощами, да. Если на тарелке вкусно. Если в лаваше сухо и... И ребята то же самое говорили. Это Яна выкрутила куки. Я не помню, сколько ты круток сделала? Просто с десятки? Двадцать две? Ну вот. А я крутил сегодня. Вот эти анимации. Если вначале были так себе анимации, да. То вот эти были уже клевые. Сейчас звук включу. Они там прям так клевые. Это был прям турецкий вечер. Самая запоминающаяся, наверное, анимация. Тогда и шаурму делали. И, короче, они выходили там как-то с факелами. Ходили под музыку в барабаны. Били, вот, танцевали. Вот турецкий вечер был очень клевый. Очень понравился. Вот. И сейчас. Ультразвук. Восхитительно. Вот. Они, короче, кричали там. Прям громко. Очень круто танцевали. Очень красиво. Ну, кроме ультразвука. Надеюсь, нас не забавляем за авторские права. В реалии это нормально звучало. Это все динамик телефона. Вот, короче, вот эти танцы были прям очень-очень понравились. Прикольно. Прикольно. А коктейльчики. Это мы уже вот после этих танцев сели там в лобби на балкончиках посидеть с ребятами. Тоже вкусно попить, посидеть, пообщаться. Больше красивых этих балкон... Балконных, говорю. Лифтовых фоточек. Походу, в каждом отеле турецком есть турецкие вещи. Но это звучит логично. И это клево. Это очень прикольно выглядит. Это интересно. Это прикольно посетить. И еда была тоже соответствующая. В этот день готовили. Они там представляли шеф-повара по имени. Там все показывали, рассказывали. Короче, классно. Вот. Это мы сами пешком пошли до города. Античного города Сида. Как раз с ребятами, с которыми там тусили. Ну, просто фотки. Везде красиво, везде зелено. Вот это сам город. Сейчас покажем эти античные руины. До них от нашего отеля было идти 20 минут. Но мы зажарились просто. Это было очень жарко. Может быть, зря, что мы туда пошли. Потому что потом мы примерно туда же ездили на экскурсию. Ну, на самом деле, не зря. Мы и с ребятами погуляли хорошо. И, в принципе, весело провели время. Несмотря на то, что было очень жарко. Вот там повсюду стоят вот эти вот всякие руины. Я нас фоткал рядом с кем-то кактусом, на котором все пишут какие-то имена, видимо. Вот свои разные, что здесь был Вася. Мы не писали. Это еще фоточки как раз по дороге туда или обратно. Это нам уже потом на экскурсии рассказали местный фонтан. Ну, короче, я не знаю. Фонтан, колодец. Называли фонтаном его. Ну, в общем, место, куда люди приходили набрать воды. Досюда. Это было перед воротами античного города. Досюда проводили акведуки из центра города. Там, откуда эта река вода бралась. Вот. Вот, короче, вот эти вот останки, наверное, отреставрированы. Не уверен. Какие-то колонны точно говорили отреставрированы. А вот этот камень, наверное, который более старый, желтый, это вот тот, который остался. Вот. И был в Египте. Я ни разу не был в Египте. Я вот из таких более популярных российских мест был только в Турции. Российских, в бане российских экскурсий, как это называется-то, путевок. Вот. Так, я был еще в Черногории. Очень понравилось. Был в Берлине. Очень понравилось. И был в детстве в Испании с родителями. Вот. Это торговая площадь, по-моему, говорили. Да, нам говорили, что это была торговая площадь. Очень важная. Где собирались все-все-все. Торговали. Город там, короче, строили то ли римляне, то ли греки. По-моему, римляне. Вот. Короче, был очень важным торговым портом, потому что находился где-то у моря. Вот. И там его то отвоевывали, то еще что-то, еще что-то. Короче, прикольные всякие руины были. Или это как раз вроде бы проложенные эти самые акведуки до того, до фонтана шли. Вот. Это в Турции. Это в Турции город Сиде, но он как бы вот там был и греческим какое-то время, или римским. Я уже все забыл. Это вроде бы те же самые акведуки. Это вид на древний амфитеатр. В нем мы, к сожалению, не побывали, но мы посмотрели на него снаружи, нам про него рассказали. Они в основном нам рассказывали про то, что там были какие-то местные первые платные туалеты, что ли, какие-то. Ну, под этим амфитеатром. А про сам амфитеатр, как они там что сидели. Я помню, они говорили, что они ставили бочки между рядами, чтобы акустика была лучше. А так, ну, амфитеатр как амфитеатр. Проводились и спектакли, и гладиаторские бои, и всякое-всякое. А вот здесь забавный факт начинается. Мы когда туда пришли с ребятами, нас встретил какой-то местный гид, который говорит на полу-русском, полу-английском, полу-турецком. Вот. Он нам сказал, пойдем покажу вам красивые руины, типа, да, там будет вон Медуза, Гаргона. Он такие, ну ладно, пойдем посмотрим. Конечно же, взял за это немного денег. Ну, ладно, он свое отработал. На самом деле, мы весело туда сходили. Вот он нам это показал. Тут были какие-то... Я не помню, что тут конкретно, где это Гаргон. По-моему, там какой-то бордель находился. Он говорил, вот, что такое. Это, соответственно, опять вид на амфитеатр. Вот где-то здесь, по-моему, он говорил, был этот бордель. Что такое. Он еще очень весело объяснял нам, пытался объяснить, что это бордель. Он говорил, что-то бум-бум, щики-щики. Что такое. Да, бордель с Гаргонами. Вон, по-моему, где-то оно было. Опять амфитеатр, потому что это самое красивое с разных... С разного вида. А это какой-то византийский госпиталь был, где там что-то прятались во время какой-то войны. Он говорил, что там ставили, по-моему, пушки. Типа был трехэтажный, вроде бы. Вот что-то такое. Вот, и, ну, короче, поэтому он такой разбитый, ну, вроде как госпиталь. Во, можно его сейчас послушать. Мы специально засняли сейчас, как он там рассказывает на трех языках одновременно. Что-то там про паспорта. И мы так и не поняли, что он там говорил про эти паспорта. Все. Аква-дук говорит, начинает на русском, потом на английский переходит. Очень сложно было его понять, короче. Чтобы, в принципе, было весело. Вот. А дальше мы зашли в, собственно, сам этот античный город. Там заливали себя вкусными кокосиками, кокосовой водой, потому что было нереально жарко. Там были прозрачные полы. Вот эти вот. Они сделаны таким образом, чтобы было видно, что там раскопали что-то. Вон там какие-то мозаики видно. Вот. Да, Ренер, приветики. Спасибо. Вот. Было очень прикольно. Походить по вот этим вот плиткам. Дальше. Опять же, очень много котиков. Это мы нашли целый респаун котиков. В самом конце этого города. Они там очень много живут где-то. Прям для них тут все коврики сделаны. Домики какие-то. Короче, да. Это было очень весело. Вот он, этот респаун котиков. Они их там дофига, их там и кормят, и все. Прикольно. И еще котики. Корабли, соответственно, это вот мы до порта дошли. И это все разные экскурсионные яхты, насколько я понимаю. На них забирают. И ты можешь там с друзьями плавать, слушать музыку, танцевать там где-то в море, выходить. Все это, соответственно, как местные экскурсии такие. И очень много вот этих пиратских, типа, пиратов Карибского моря. Постоянное лицо этого... Забыл, как его зовут. Короче, и Джека Воробья тоже. И вот эта пиратская тематика таких кораблей мы видели очень много. Конная полиция у них очень прикольная. У них полиция везде на нашивке написано «Забито». Вот так это забавно по-русски звучит. Дэйв Джонс, да, наверное. Но конной полиции мы несколько раз видели. Прикольно. Больше еды в отеле. Одно из самых прикольных мест на завтрак. Это гриль, где я почти каждый день делал себе сэндвичи. Жарил колбаску, потом там накладывал себе всякое. Потом прижимал, делал эти сэндвичи вкусные. Вот, короче, да, это было... Вот примерно так это выглядело. Колбаса у них вся красная такая, странная кетчуп. Мало соусов, тоже мало было на завтрак. Но было очень прикольно. Это бургер, который давали... Вот помните, я говорил про закуски? Вот это закуска. Картошка, бургер. Можно вкусно наесться. Гигантский кусок лука. Который я не очень не понравился. Но мне было норм, я лучок люблю. Мясо нормальное, все мясо хорошее, вкусненькое было. А, вот это просто, короче... Как нам сказали потом на экскурсии, я спрашивал, это что-то типа турецкий блин, мужик назвал. Я, конечно, не знаю. Сейчас, если загуглить, турецкий блин. Ну да, он выглядит турецкие лепешки. Ну да, турецкие лепешки, просто на этот тесто, как лаваш. В нем, соответственно, мясо, сыр или картошка. Это было охренительно вкусно. Глаз лама, да-да, нам что-то по-турецки пытались объяснить, как они называются. Это было суперкруто. Их готовила вот эта вот женщина. Прям сама делала тесто. Сама все накладывала на специально большой сковороде. Все это тоже было бесплатно в отеле. К ней можно было подойти. Она их вначале готовила, потом их жарила. А потом их еще маслом обмазывала. Сверху она была и хрустящая, и жирненькая, и вкусная. Это было очень круто. Это вот прям вообще, вот эти штуки обязательно надо попробовать. Вот если я так и не попробовал турецкую шаурму, то вот эти, это очень-очень вкусно. Это забавное видео. У нас было окошко из душа в комнату, и я на меня там снимал. Сколько набрал, признавайся, полтора килограмма я набрал. Вот, забавное окошечко было. Так рассказываешь, что странно, что всего полтора килограмма... Я очень старался есть не так много. Я... Плюс я не так много пил алкоголя, как мог бы. Я думаю, что большинство этих килограмм набрано на вот этих шоколадных тортиках. Вот эти вот шоколадные просто... Они очень-очень вкусные. Вот этот вот вкусный, скорее всего, был там. И коржик классный, и, короче, какая-то желешка, и вот все это полито. И с виноградиком, по-моему, это вот тоже, короче... На чипсах и чипсах. На чипсах ночью. Ну да, я еще... Я попробовал все чипсы, которые увидел, нашел в ресторане... Не в ресторане, а в местном магазине. Самое интересное, я, по-моему, на фотках не заснял. Короче, у них есть свой читос со вкусом арахиса. Но прикольно вот что. У них есть своя марка какая-то кукурузных чипсов, таких же, как читосы. Мы видели вкус со вкусом лука. И вторые реально читос-кранчи, да? То есть по той же технологии, то есть хрустящие читосы-кранчи. А, вот они были со вкусом лука как раз. Вот эти вот читосы-кранчи со вкусом лука. А второе, это были читосы обычные, как пафсы наши сырные, только со вкусом кетчупа. А вот. И что самое интересное, их делает фритолей. То есть их делает та же самая компания, которая делает читосы по всему миру. Поэтому это та же самая технология. И это реально вкусно. Мне понравились вот эти читосы-кранчи с луком. Мне понравились там вот эти вот кетчупные. То есть это вот были именно местные читосы, которые я попробовал. Поскольку я очень люблю кукурузные чипсы. Ну и попробовал картофельные тоже чипсы. Там одни тоже были со вкусом кетчупа внезапно. Ну, типа томатные. Тоже неплохие, вкусненькие были. Вот. Я же, я его взял все-таки. Я на него показываю, я его взял. Он мне очень понравился. Они все пропитаны. Просто невозможно. Очень мягкие, сладкие. Вообще отвратительно вкусные. Ну вот. Больше котиков. Этот гулял, видимо, где-то рядом с... А, его кто-то даже подкармливал, по-моему. Это мы когда сидели... Да, этого, короче... Еще одна анимация была. Это были... По-моему, называлось Африканские Акробаты. Очень крутые у них были разные эти номера. У них прям очень много всего было. Они там... И что-то джонглировали. И вот друг на друге постоянно стояли. Самое жесткое. Я не знаю, фотки нету. Но он там вот самый накачанный сзади стоит, который... По-моему, он самый накачанный. В этот раз он почему-то отдыхает. Он в соло... Вот Яна еще говорит, что там чел прыгал на скакалке на спине. Да, его скакалкой... Ну, типа, делали, чтобы он прыгал. Он прям позвоночником прыгал. Вот. Так. Ребят, осуждаю. А вот этот чел, он в соло держал всех остальных. То есть, они, короче, каким-то образом на него там вставали. Ему на колени, ему на плечи там и так далее. И он их просто вот так вот держал и крутил вокруг себя. Он там вообще такой накачанный, брутальный. Просто это жесть. Короче, вот это шоу тоже очень понравилось. Прикольно было. Там, походу, в отелях одна и та же программа. Ну, я думаю, если кто-то отдыхал в похожих отелях, в том же Сиды. Ну, конечно, да. Они берут одних и тех же. Они ходят по всем отелям и выступают. Каждый вечер. Зарабатывают на этом. Ну, туризм он такой. Так. Наш вид на море классный. Еще котики, которые глупые, пьют хворированную водичку. Хотя, не особо вроде хворированной была. Вот. Ну, да, мы были первый раз. Поэтому для нас все это было очень новое. Поэтому мы все это снимали, фоткали, рассказываем. Если вы видели и бывали в таких же местах и... Я была в совсем другом городе. А, ну... Ну, в общем, ну, это вот анимация такая, да, есть у них. Я не знал, что есть анимация. Это енот, нет. А здесь я увидел эту, кстати, ящерку. Она что-то ползала. И издалека успел еле-еле сфоткать. Музыку потише. Покажу вам чуть-чуть. Я ее в запрещенную сеть Инстаграм тоже выкладывал. Вот. Пианая вечеринка прикольная. Не буду долго показывать. Там все-таки люди в воде. Вот. Это было прикольно. Да, это было в сторис. Я поэтому решил здесь тоже показать. На самом деле, очень забавно. Всем, всем людям было весело. Единственное, ветер был сильный и вся пена сдувалась. Ну так, и пена прикольно была, и музычка. Мы потанцевали. И вот. Короче, и... Прикольно, прикольно. Вы в море-то вообще купались? Да, конечно, купались. В море мы просто... Там будет пара фоток. Не самого моря, а пляжа, по-моему. Вот. Но моря гораздо меньше. Больше... Мне удобнее и приятнее было плавать в бассейне. Быстро зашел. Быстро сел на лежак. Wi-Fi. Можно сделать дейлики. Коктейльчики. Можно сходить взять. На море мы ходили. Ну, раз 4-5, наверное. Ну, вот. В какой момент вы начали загорать? Да мы обгорели. Я что, эту фотку хотел показать? Фотка такая, как... Знаете, эти мемасы? Что-нибудь типа... Каждый третий играет в доту. Мы вот не играем. А ты? Я не знаю, мне эта фотка почему-то так сильно это напомнила, что я решил ее тоже вам показать. О! Моригады. Морские гады, которых Яна так ждала. Так ждала просто. Посмотрите, как вкусно выглядит эта фотка. Чатик, вам вкусно? Скажите честно. Возможно, вам вкусно. На самом деле, все это было не очень вкусно. Ну, суши я не пробовал. Я не знаю, зачем они взяли пробовать роллы. Роллы были ужасны. Морские эти... Рыбные палочки. Рыбные палочки как будто сильно перемороженные были. Очень плотные и очень какие-то, по-моему, безвкусные. Сухие. То же самое было с этими. С... Это креветки или это раки как раз? Подожди. Это... Нет, это креветки. Это креветки, да. Там еще раки будут. И креветки тоже были... Ну, они их где-то жарили в большом чане, вроде в масле, не помню. Ну, Яне, короче, не понравилось. Даже креветки, типа, были немножко пересушенные. Видимо, из-за того, что их в масле делали. Короче, с маригадами нам не повезло. Но... А, вот еще чел там, короче, этот факир был. С ним забавная история. Вот чуть-чуть буквально покажу. Он в какой-то момент психанул, что-то бросился. То ли бросил, то ли отдал факила этим местным аниматорам. Им пришлось их там тушить как-то осторожно. Там на мокрой траве их там водой поливали. Короче, что-то ему не понравилось. Он обиделся на них, не знаю. В общем, шоу у него получилось говно. А, и да, ну все пиксельное, потому что мы из номера снимали. Это был день, когда мы были ультра обгоревшие. Поскольку это идет после пенной вечеринки. Вот в этот день я пошел купаться в 10. Искупался чуть-чуть. Потом в 11 мы с Яной вдвоем купались. В 11.30 мы, не выходя из воды, застали водную гимнастику. Мы стояли 30 минут, там игрались с этими штуками всякими резиновыми. Ни***ами. Вот. И из-за этого мы сгорели просто. Ч***. А потом была пенная вечеринка. И поскольку это тоже было весело. И там тоже светило солнце. Я тоже купался. И тоже солнце светило на плечи. У меня плечи ультра сильно обгорели. И мы сидели в номере, наблюдали за этим факиром. Вот. Ну, обмазавшись, короче, пеной, потом все. Все. Я вылечился. Все было нормально. Очень вкусные йогурты были. Вот это был сладко-кислый такой. Там разные йогурты были. Молоко. Ну вот я с йогуртами ел. Эти завтраки сухие. Прикольно. Сухие завтраки. Найс. Я на какую-то собаку фоткал. Я, кстати, даже не помню, где-то ее нашла. Просто когда мы гуляли, судя по всему. А, это может быть мы поехали уже на... По Сидо гулять как раз. А, это мы в Новомол ездили. Это как раз вот в Мановгате, в городе, который рядом с Сидо. Ну, это почти один город, получается. Вот большой торговый центр, в который мы пошли. Кирет, спасибо за риса. А, ну вот, собственно, просто я... Мы там не очень много фоткали. Первый этаж, всякие специи, всякое-всякое. Магазинчики наших, ну там... Там вот их магазины есть всякие что-то там. Катоны, по-моему, вайкики какой-то. Яна лучше вам расскажет о том, какие там были магазины. Я не запомнил. Вот, мы прошлись. Ну, дешево. Очень все дешево. Там было какое-то прикольное яблочко. Мне понравилось. А, ну, такое милое. Вот. Вкусно! И очко. Мы зашли попробовать, конечно же, Макдональдс, как раз в торговом центре. Пока в России уже особо не попробуешь. Классический, абсолютно, картошечка с чизбургерами, бигмаки, все по вкусу, все как и раньше, было вкусно и хорошо. Вот. Купили сувенир? Ну, что-то купили, да. Оля. Это мы уже как раз возвращаемся. Я забрал с собой этот чизбургер. Вкусно. Я хотел попробовать какой-нибудь местный турецкий бургер, но, к сожалению, они сказали, у нас есть немножко пикантная курица. Куриный бургер, немножко острый. Не захотелось брать, поэтому я просто взял классику и попробовал, что классика, она везде классика. Было вкусно. Вот. Собственно, накупили лукумов в подарочке. Очень вкусные нам давали все это попробовать. Это, конечно, орехов дофига. Ну, и не особо вроде дорогие, классненькие. Нам, кстати, еда приехала, так что надо быстрее ускоряться. Это я фоткал тортики, продолжал. Боже мой, как же много тортиков. Пока их еще не порезал никто. Выглядит очень аппетитно. Это, по-моему, тоже день, в который была какая-то шаурма где-то. Что-то резали мясо или это курица какая-то. Поливали ее вкусным соусом. Мне вот это понравилось очень. Шаурма сама была очень сухая. Это макарошки просто классненько. А это мы когда поехали уже в Сида, я увидел вдалеке павлина. Вроде павлина. Он там чуть-чуть попищал в какой-то момент. Вот где-то там был, жил. По второму разу город Сида, соответственно. А тут уже мы были с экскурсоводом, с гидом. С гидом он нам там чуть рассказывал. Вот говорят, там какие-то настолка местная. Типа шахматы, шашки, не знаю. Старые какие-то. Вот где-то в греческом этом городе были, остались вот такие прикольные. И это мои няшные, классные. В храме Аполлона. Ну, в том, что от него осталось. Там колонны красивые. Нарды, может быть, даже нарды. Да. Вот. Вот эти вот колонны. Это прям оставшиеся. Вроде бы не реставрированные. Оставшиеся от храма. По-моему, храма Аполлона. Капец ты крупный. Ну, есть такое, да. Это я уже свой полтора килограмма набрал. Наверное. Яна там же красивая. Накидывайте сердечек Яне. Когда видите ее фотки. Это вот там же у того же самого храма мы пофоткались чуть-чуть на фоне моря. Сейчас будет весело. Сейчас будет весело. Я не знаю, Яна в телегу скидывала или нет. Я не помню, видели вы или не видели. Но сейчас будет прикольно. В какой-то момент Яна сказала мне открыть рот. Я не понял, что происходит. Но надо, делаем. Вот. И следующее было видео. Делай, делай. Короче, она меня троллила там. Ну, с этими лодками. Ну, видео получилось классно. Мне понравилось. А, да. Да, Хорни контент он еще есть. Ян просто любит покушать. Ну, да. Да, да. Почему бы не съесть этот кораблик? Найс боут, еп. Вот, короче, было классно. И просто моя тоже фоточка спины. Еще эти самые колонны. Классные, красивые. Вот. Храм, конечно. Ну, прикольно, прикольно. Вот это вот. Исторически он сохранился прям очень давно. Его построили где-то там то ли второй век нашей эры, то ли еще чуть раньше. Вот, это прям классное место. Это котик и котики-импостеры, которые лежат. И котики-импостеры, импостеры. И самый главный импостер. У тебя пес. Импостеры. Рядом с настоящим котиком. Вот. Ну, там, конечно же, этих магазинчиков всяких разных с сувенирчиками. Да, фига было. Инстаграм мой. Это что-то, кстати, запрещенное. Да, да, осуждаемое. Значок какой-то вообще запрещенной организации. Жуть какая. Так, а можно мне как-то, да. это нормально сделать так чтобы все а это вот этот по этому городу мы на маленьком автобусе специальном проехали чтобы было не жарко чтобы вернуться в автобус вот это все руины этого античного города сида это вот амфитеатр нам показывали туалеты закрытые о которых я говорил платные первые платные туалеты в истории или чё такое вот дальше по экскурсии нас повезли на музей оливкового масла поскольку оливки растут повсеместно в турции турция конечно не топ по производителю оливок в мире но что-то типа топ-4 и вот нам там многого всякого рассказали важно нам интересного про оливковое масло очень хотели его продать чтобы мы его пили по утрам чтобы улучшать жкт и всякое такое и нам понравилась идея на самом деле мы решили купить в россии чтобы не везти в этих бутылках вот это какое-то супер древние оливковое дерево я не помню сколько ему лет по моему что тип 400 сказали самое древнее растет в другом городе это у них там бычок стоит крутит размалывает оливки здесь мне понравилось то что это место ну вот это вот компания называется иония прямиком из рунтера вот фига ты там чё накупила ты все ты решила из этого это это же тут сего и до чат ладно сейчас вам еду еще вкуснее покажем заказывала колбаски а получился этот внезапно заказывали колбаски привезли brisket очень странно ну ладно brisket тоже вкусно надеюсь хотя у них не такой вкусный brisket самый вкусный brisket в смог барбекю рубинштейна и только там ну позвони уточни куда ну типа странно чё не заказ перепутали может это вообще не наш так в общем да иония нам очень разрекламировали такая хорошая компания делать супер вкусные оливки первого отжима не оливки это первое оливковое масло супер экстра ультра virgin вот так что да вот это нам рассказывали то как он делается очень долго было час-полтора все чтобы нам это продать но потом была дегустация вкусно вот нам вот налили это extra virgin маслица вот сюда понюхали как вкусно пахнет а потом сказали ну вообще его можно пить чистым вот так вот утром раз в день вот но они сказали что это не всем зайдет да это не так вкусно поэтому они смешивают это короче с каким-то сиропом трубчатого дерева и немножко гранатового сиропа и вот этот вот коктейльчик получает а рожкового дерева я сказал ты ошиблась да не парься я скучно да вкусно вкусно рожкового до дерева и вот это все перемешивать и выпивать это безалкогольная это просто вот такой вот для того чтобы жить лучше и улучшать свою пищеварение да ничего вкусно массиво скушаю спасибо это вот мы ездили на водопад манавгат мы думали вода мадам водопада будет больше это просто маленький такой микро водопаде в городе вот он такой и всего но он прямо в городе находится действительно в городе в городе вообще мы хотели какую-то экскурсию по зеленым местам но там зеленый каньон он сгорел в прошлом году там были жуткие пожары из этого туда нам сказали не стоит ехать вот а вот водопадик прикольный красивые там и красивые у водопадика прикольные вот это мы были в мечети в этой же этом же самом на угаде нет ухо летает мясо согрелась вот мечеть я много особо не фоткал все-таки места такие просто вот красивые всякие фрески пофоткали ну или как они там не фрески наверно называются узоры короче вот мечеть нас тоже сводили чуть рассказали показали и в конце нашей экскурсии был залив по этой самой реке на манавгат я так понимаю наверное потому что вроде бы там одна эта река и вот там был прикольно в принципе ничего особенного не предлагали в ней искупаться но она очень холодная тоже было река и короче приятного аппетита чат все съедают порогалик вот так нас покормили на этой реке ничего особенного какая-то какой-то рис или что-то какая-то крупа мясо ну жрать очень сильно хотелось пишет было долго вот там с этой реки тоже было видно горы в целом виды понравились не зря съездили потому что мы как бы целый день заняли полдня мы там были я считаю что экскурсии надо тоже ходить потому что иначе у нас был отпуск аж 10 дней если бы мы все 10 дней только лежали на лежаках или ходили на море ну все это конечно надоедает и всякие там анимации в этом в отеле так что какую-нибудь одну-две экскурсии брать надо вот он пляж кто там про спрашивал пляж это котики а вот это уже раки раки и этот кальмарчики кальмарчики были вроде ничего такие раки я впервые по-моему попробовал не знаю я на не первый раз ел ну говорит ну вроде обычные были ничего особенного маленькие были но зато это бесплатно в этом в отеле вот но тоже такие эти парочку съели попробовали больше брать не захотели не не в не вкусно было да я я нажалую что невкусно мне их в принципе чистить было лень вот а еще к ним делали картошку какую-то клевую прям как крошка картошка они реально мазывали ее маслом клали туда овощи всякие сыр вот это мне понравилось вкусно а вот что касается море гадов вот тут мы поскольку мы не нашли нормальных море гадов у нас в отеле они были пережаренные невкусные замороженные мы нашли просто случайное место мы просто открыли google maps нет сида чё там надо си фуд короче мы просто открыли google карты и выбрали первый же ресторанчик я вам сейчас его скину просто в чат мы просто посмотрели по рейтингу у ресторанчиков типа где чё какие и нашли просто ахренительный давайте я сейчас переключу и вы будет наслаждаться вот этим вот так сейчас я учет на карте найти не могу ресторан это очень маленький ресторанчик просто он выглядит как вообще забегаловка но у него 4 9 рейтинг в google maps ах и он оправдан абсолютно обслуживание классная нас обслуживал сам владелец ресторана при хорошо говорил по-английски я впервые попробовал раки местную водку тентакли просто мы брали только морских гадов нам очень предлагали рыбу взять попробовать но мы рыбу не любим мы любим всякие морские вкусности кальмара еще кольца взяли но не были такие довольно обычные жареные просто но вот эти тарелки это охренительно я вам сейчас скину если вдруг будете обязательно просто это было супер круто блин что-то мне почему-то не находят даже хочу не отзыв поставить и дэси фуд рентакар там еще рядом был ну вот рентакары и в голову нашел нашел сейчас как ссылку подать поделиться копировать вот он вообще просто супер просто чтобы сейчас карты не открывать на стриме я вам ссылку скину кому интересно посмотрите даже рыбное филе не любишь да нет я на самом деле мы думали он как сказал давайте вы начнете со стартерс вот с этого но при этом к вот этой рыбной креветковой кассироле принес нам еще кучу травы и мы уже объелись мы просто не смогли я думал рыбу какую взять там было был и тунец был и там еще какие-то он я уверен он бы сделал супер вкусно но типа мы так объелись все это стоило причем не очень дорого где-то за все вместе с гигантские вот эти вот трава и три блюда больших то есть кальмары тентакли я не кстати очень странно не по ну то ли понравились то ли говорит странно есть вот эти тентакли потому что у них присоски они отваливаются они хрустят они как хрящики такие типа прям во рту ну мне очень понравилось например очень супер вкусно было вот и короче да мы мы реально объелись и и все это было в сумме где-то 800 лир по моему а 9 по у нас что-то типа 900 лир ушло чуть дороже я начал считать там мне показалось уйдет где там 700 нашего 900 лир но это 3000 рублей вот над реально семейный ресторанчик с отличным обслуживанием очень вкусной едой на двоих по полторы тысячи мы наели вот это прям супер круто было хочу я не очень понравились айраны в маленьких этих у них бесплатно у нас в отеле выдавали горит очень вкусные были любого котика снимал который очень долго пил бассейновую водичку вот это вообще дешево 3 can двоих с учетом что это был морской ресторан со реальными как бы морской едой да это я ты я тоже думаю что дешево вот так что то вот штука просто если чего если захотите спрашивайте я найду это место я просто запомнил где на карте находится если вдруг вы будете отдыхать в городе сида обязательно туда сходить офигенно это еще лифтовые фоточки я здесь не особо грустный не знаю почему такое лицо я радовался вкусной пиццы которую попробовал у нас в этом еще котики которых снимала уже я это она его снимала перед тем как мы пошли в другой ресторан мы пошли в местный стейк-хаус просто и практически первый ресторан который рядышком с нашим отелем находится я опять пил раки очень забавная раки на самом деле ну типа водка которую наливают столько но потом ее заливают водой и льдом и она превращается вот в такую мутную жижу она перестает быть крепкой пьешь как будто не крепкую водку мне не очень сильно понравилось вот таком виде поэтому потом я начал ее пить чистое без этой воды мне так понравилось больше и они сделали вкусный большой коктейльчик вот местный ресторанчик вот buffalo стейк-хаус назывался там нам сделали королевских креветок вот эти королевские креветки были три штуки дороже чем те морские гады которых мы жрали в том шикарном ресторане ну хотелось чего-то морского поэтому не пожалели что вот этих вот больших кривитосов навернули а я еще попробовал бургер местный ну в россии бургеры делают хорошо в большинстве бургерных ресторанов поэтому этот был ну такой средненький вроде мясо хорошее овощи есть норм вкусный бургер нет это уже не 3к стоило это было это даже дороже получилось я не помню сколько стоили креветки но они вот за эти три креветки нас прям много за много взяли где-то больше 1000 по моему ушло на три креветки с соответственно с жареными овощами вот и ну типа ладно вот но они прикольненькие были вообще мы хотели лобстера попробовать нам показали этого лобстера нам сказали что он будет стоить под 150 200 евро потому что там он в килограммах его в граммах его считают и мы такие не менее мы не такие богатые пожалуйста не надо и но вместо этого предложили вот королевских креветок да и лобстер там лежал такой замороженный такой грустный такой один в этом в холодильнике мы такие когда-нибудь мы будем зарабатывать на лобстеров вот у них были забавные свои собственные шотики они очень странно у них бармены не умеют делать хорошо алкоголь хорошо шо ты но целом мне понравились особенно вот этот был какой-то более кофейный к поэтому я взял еще один а здесь мы сфоткали барабан из геншина как раз ивент еще не закончился это еще сосисочки и мороженое местное турецкое мороженое которое как я говорил не дают взять в руки они постоянно как-то их крутят а очень липкая густое там козь на козьем молоке делается поэтому он такой тянущийся короче вот в целом прикольненько турецкое мороженое вот еще одна из особенностей такой сладости и вкусностей турции немножко морюшка чтобы вы не говорили что мы не ходили на море вот этот водичка нового я уже тоже показывал в самолете было корики банкоматик очень забавно турецкие банкоматик это один из я так понял основных турецкий банк ну судя по тому как он называется мне кажется это государственный банк турции и он в нем можно снимать деньги картой мир она там прям есть где-то зелененьким отмечено за головой очень мужчины не видно вот но там все снимается и курс хороший реально хороший цветочки были рядом с нашим отелем красивенький я на фотку вот это я брал раки уже в номер это уже последние два дня в турции когда мы уже немножко устали уже делать бы особо нечего сидели пили и вот это я щенопился просто жесть очень плохо было я вот не хотел чтобы они с водой смешивали они взяли блин и смешали я бы лучше как водку чистый пил вот а это кстати мы тоже как раз из номера снимали это та же самая турецкая турецкий вечер но второй раз поскольку мы были целых 10 дней а все эти турецкие анимации они повторяются раз в неделю вот ну то есть мы попали на вторую вариацию турецкого вечера и пищевые вот этого чувака засняли а это я почему-то очень сильно щурюсь от солнца и мне мне весело не переживайте мне было правда весело бы мы супер круто отдохнули тут закусочки пицца закуски снэк баре очень вкусно это уже пицца накидали всего пиццу испортить сложно отличная вкусная хрустящая в бассейне очень вкусно это я почему сфоткал мне очень понравилась эта трава я не понял что это я не знаю ян говорит что это не щавель не шпинат вроде как хотя выглядит по моему как шпинат не знаю мне почему-то очень понравилось если кто-то знает что это за трава может сказать я бы такую жрал каждый день это руккола другого же другая но я миллион раз ел руккола у меня мама в салат ее добавляет и мне никогда она не нравилась а это все последний день мы дошли до финального отдыха я сижу играю в тфт это уже в лобби мы ждем нашего трансфера вот наигрался в тфт шечку вот весело ждали не очень долго потом нас отвезли потом мы еще где-то часик чуть-чуть опять задержали вылет из турции но потом самолет ускорился и довольно быстро долетел мы в итоге уже пол второго были в питере и вот мы отдохнувшие классные счастливые вернулись в питер в самолете у них у каждого сиденья были свои собственные эти свои собственные экранчики можно было самому выбрать чего-нибудь посмотреть а я весь перелет смотрел фильм король ричард впервые мне очень понравился кстати советую он взял оскара документалочка такая своего рода может наверняка о нем слышали мне очень понравилось прикольное кино турецкий нет на английском все с английскими субтитрами русские субтитры русский язык где-то вроде бы был но я не знаю я на английском смотрел это по моему последняя фотка я сфоткал это уже на по по прилету в питер мы далеко сидели немножко вот этого от окна да все последнее вот такой у нас получился отпуск очень здорово отдохнули всем советую лететь в турцию классно сейчас там отдыхать курс небольшой если получится выбить хорошие какие найти хорошие путевки сейчас мне кажется очень даже пока пока рубль укрепился пока курс турецкой лиры не очень реально высокий если вы думали куда съездить мне в турции очень понравилось в седа сколько в итоге вышло 200 тысяч на двоих совсем все вместе вот все и с учетом походов по ресторан и о супер в инклюзив отель пятизвездный перелет бла 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 все вместе вот 200 тысяч у нас вышло я считаю что цены не очень дорогие наверное люди и год назад и может быть пару лет назад примерно за те же деньги скорее всего летали в турцию не знаю может быть нет я не летал я там ни разу не был ну хотя сейчас вроде как все дорожает вот так же да всем заветую надеюсь вам понравился наш обзор нашего отпуска очень хочу есть и потом мы продолжим с вами геншин прокачку куки без ну там еженедельки и вот это все обзор персонаж уже надо сделать еще вот все